Здравия, друзья! С вами Шевченко Александр, канал Академии Счастья. Очередное видео по улучшению качества жизни. Я в одном из прошлых видео рассказывал про жизнь без еды. Сегодня поговорим о том, как можно это делать. Про пищевые паузы, на самом деле, про питание живой пищей. Каждый человек – это духовное существо, и мы являемся такими, ну скажем так, продуцируем энергию. То есть мы можем создавать энергию, по сути, не из чего. И когда нам говорят, что нам обязательно нужна пища, вода, воздух для жизни, то есть это нам говорят, что тело должно дышать, кушать, пить. Но есть люди, которые, например, не кушают и не пьют. И на самом деле всё это возможно. И каждый человек может пройти через это состояние. Главное – это вера, и главное – это начать. И можно начать вот с таких вот пищевых пауз. То есть это не то, чтобы голодание. Вы можете, например, один день пробыть без пищи и без воды. То есть попробовать просто, как это у вас получится. Вот у меня, например, это получается довольно легко. То есть одни сутки. То есть вы, допустим, прекращаете кушать и пить вечером, и потом целый день находитесь без еды, без воды. То есть что это даёт? Это даёт полное очищение организма и перестройку. То есть потому что тело, ум перестраиваются, и самое главное – уходят какие-то привязанности. Привязанность к пище, к воде, привязанность к тому, что ты можешь умереть. И уходят даже страхи, привязанности к деньгам. То есть потому что… Что такое деньги? То есть нас вовлекает то, что если у нас не будет денег, то мы не сможем выживать. Но на самом деле, опять же, это всё обман. То есть мы можем выживать и без денег, и всё это на самом деле довольно легко. Поэтому я хочу сказать такой важный момент, что мы – это духовные существа, которые можем продуцировать энергию и создавать её. И самое важное – это перестройка сознания. То есть когда мы в сознании перестраиваемся и понимаем, что мы это можем делать, то тогда уходят вот эти все привязанности. То есть на самом деле привязанность… Их очень много разных привязанностей. И постепенно, скажем так, в жизни мы от них избавляемся. Ну кто-то избавляется, кто-то нет, потому что очень важный момент объявляется, насколько вы готовы избавиться от привязанности. Потому что если вы не хотите от них избавляться, хотите продолжать быть таким, ну собственно никто не избавит вас, пока у вас нет самого желания справиться с этим. Вот. И допустим, когда я провожу сессии, то есть процессинга, аудитинга, я помогаю человеку тоже перестроить свое сознание и убрать привязанности, которые влияют на него, мешают ему, которые создают у него негативные вибрации, которые приводят к тому, что он начинает ухудшаться, ухудшать свое состояние и двигаться все по нисходящей спирали. Вот. И каждый человек – это духовное существо, которое может осознанно принимать решения. Вот. И когда вы принимаете эти решения осознанно, соответственно, вы действуете во благо для себя и для других. Потому что, ну вот, посмотрите сами, да, есть большое количество исследований, которыми там нас говорят, пичкают, говорят, что человек там не может прожить там без еды, там не больше там, ну не знаю, сколько там говорят, две недели, например, да, без воды там два дня не может прожить. Вот. И каждый человек верит в это, но не проверяет. Ну а если есть люди, которые живут без еды, без воды гораздо дольшее время, да, то есть это не один день и не два дня, а это и месяцы, и годы, да, то есть, соответственно, проводились даже исследования, проверки, ну то есть с людьми абсолютно все нормально, их организм перестраивается и начинают излучать совершенно новые вибрации. Вот. И самое важное моментом является то, что это не насилие над собой, то есть потому что мы часто воспринимаем голод как насилие, да, что нам нужно голодать, то есть какая-то негативная эмоция появляется, что вот мы как-то, ну, заставляем себя это. А тут важный момент является не заставлять себя, а просто дать возможность себе позволить сделать это. И когда вы даёте себе возможность это сделать, то, соответственно, ваше тело, разум начинает перестраиваться, то есть оно начинает приспосабливаться к тому, что вы дали возможность этому произойти. Вот. И когда вы даете возможность, соответственно, вы понимаете, что это не насилие над собой, это акт доброй воли, то есть это перестройка сознания, перестройка ума и повышение целостности, повышение вибраций. Потому что, опять же таки, повышая вибрации, мы создаем благоприятное поле, в котором не развиваются вирусы, заболевания, в котором нет места боли, страху и так далее. В высоких вибрациях мы осознанно действуем во благо для себя и других. И опять же таки, когда нас пытаются понизить по тону, сказать, вы знаете, вот тут куча всего, куча болезней, куча вирусов, если вы не будете кушать, вы будете болеть, у вас будет низкий иммунитет. На самом деле организм тратит огромную энергию на перестройку, на то, чтобы справляться с пищей, особенно если это вареная, жареная пища, то есть какой-то фастфуд. На самом деле пища минимальная, которая вредит организму, опять же таки, это растительная пища, сырая, то есть не подвергшаяся кулинарной обработке. Потому что кулинария, она опять же ухудшает качество пищи. Да, она делает ее более вкусной, но не полезной. И поэтому получается, что пища является источником болезней, а не тем, что справляется с ним. Если, например, конечно, человек переходит от обычного питания, то есть всеядного, к растительной пище, он чувствует перестройку, чувствует сначала, у него может наступить процесс очищения, то есть могут наступить какие-то симптомы ухудшения, но потом в результате все равно наступает улучшение. То есть улучшение в каком плане? То есть он начинает чувствовать себя более активным, более жизнерадостным, у него уходят многие заболевания, которые были у него на обычном питании. И поэтому цель любого человека – это перестройка разума, перестройка тела. И то есть очень важным моментом является то, что мы можем жить вечно, не только как духовные существа, но и в теле. И опять же таки, телесная перестройка, она помогает нам понять лучше свой ум, свое тело и свою душу. Потому что мы как духовные существа испытываем определенный опыт в этих телах. То есть мы проживаем этот опыт, мы проходим через это, что-то принимаем, что-то нет. У кого-то происходят какие-то, скажем так, осознания. Вот когда, допустим, я провожу сессию к человеку, то у человека происходит озарение, новые понимания жизни. То есть он начинает вдруг неожиданно понимать, почему он жил таким образом и как лучше для него. И поэтому происходит такой процесс переосознавания и процесс новых пониманий жизни. Поэтому, друзья, получается, что каждый из нас может жить осознанной духовной жизнью. И духовная жизнь – это не хождение в церковь или неслужение кому-то. Духовная жизнь – это состояние осознанности, состояние, когда вы понимаете, что с вами происходит. И, соответственно, в этом состоянии вы можете достигать ваших жизненных целей. То есть ваша цель какова? Это всегда цель выживания. Но каждый человек стремится к выживанию по-разному. То есть у кого-то выживание строится на, скажем так, создать… Ну, опять же, очень важно, чтобы у человека был, как мы говорим сейчас, свое жилье, стабильный доход, чтобы у него была семья, дети. То есть это вот такие базовые функции. Базовые, наверное, это все-таки имеется в виду жилье, пища. А дальше уже идет расширение на то, чтобы у человека была жена, муж, ребенок. И хорошее отношение с друзьями, с родственниками. То есть это все… Ну и дальше расширение уже на большие группы, на человечество. То есть все это помогает человеку чувствовать себя нужным, ценить себя, уважать. Вот потому что если теряешь уважение над собой, соответственно, состояние начинает ухудшаться. Вот поэтому уважение – это очень важный момент. То есть когда ты уважаешь себя, уважаешь других людей, то ты понимаешь, что, ну, скажем так, ты ценен для себя, для других. То есть то, что ты делаешь – это важно. И когда теряется вот эта важность, ценность себя, то появляется, ну, скажем так, ненужность какое-то, такое состояние. Хочется как-то уйти из жизни, умереть, то есть не быть. Вот что происходит с человеком. Поэтому, друзья, вот моя Академия Счастья, которую я создал, она именно для того, чтобы каждый человек мог осознавать себя, чувствовать свою нужность, быть собой, быть в прекрасном состоянии здравия. И как бы нас не пытались там обесценить, оценить, подавить и так далее, не ведитесь просто на это. Будьте собой, делайте то, что вы считаете правильным. Опять же, оценивайте, как это повлияет на вас, на других, на все человечество, на вашу семью. То есть вот просто смотрите, будьте осознанны. И тогда вы сможете принимать правильные и корректные решения. Если нужна помощь, обращайтесь, я проведу бесплатную консультацию и сессию процессинга далее для улучшения вашего состояния. Также обучение предлагаю, которое помогает понять основы жизни, справиться с подъемами и спадами, повысить свою целостность, честность. И в конце концов стать собой. То есть я могу обучить вас о дитингу, чтобы вы могли сами проводить его себе, вашим друзьям, вашим родным и помогать себе им в улучшении качества жизни. Если видео вам понравилось, поставьте «нравится», подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписчиков, включите колокольчик для напоминания о новых видео. И, конечно же, поделитесь этим видео с тем, кто вам близок, кому это будет интересно, с вашими друзьями, близкими в соцсетях. Вот и буду рад общению. Все мои контакты под этим видео, пожалуйста, пишите. То есть любым доступным для вас способом. Я вам желаю счастья, друзья, осознанности, гармонии и всего наилучшего. До скорой встречи. Всего доброго.